Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Церемония поминовения жертв геноцида, совершенного против армянского народа. Восьмая предвыборная кампания ЗУМ кандидатов в депутаты парламента Западной Армении. Уроженцы Западной Армении Олег Манукян. Бои самообороны армян Макартыч Йотнех Байрян. Докладчик Пассей намерен посетить Берзорский коридор и проверить, свободен ли проезд. Заявление Пола Гавана. После установления контрольно-пропускного пункта Азербайджана трое детей Арцаха не могут вернуться домой. Настоящая о прошлом церковь Сурхач Ахтамара. 23 апреля 2023 года апостольская церковь Женевы и армянская община Женевы присутствовали на церемонии памяти жертв геноцида против армян, на которой выступил председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян, отец Кусан Алджанян, министр иностранных дел Республики Западной Армении госпожа Лидия Маркосян, генеральный консул Бартан Сармакеш, депутаты парламента Западной Армении, дамы и господа, дорогие соотечественники и друзья, выражаю благодарность за вашу верность и солидарность в День памяти жертв геноцида, осуществленного против армянского народа с 1894 года и продолжающийся по сей день. Мы собрались, чтобы напомнить, что период с 1894 по 1923 год, меняющим все турецкому правительству, потребовалось 30 лет, чтобы осуществить программу по уничтожению армян, коренных народов, живших на территории Западной Армении. Безнаказанный геноцид продолжается, поэтому вспомним заявление Гитлера перед вторжением в Польшу в 1939 году. Кто сегодня помнит истребление армян? Именно против этих попыток уничтожения Западная Армения, которой я руковожу, ведет ежедневную борьбу. Действительно, без ценности, без памяти, без справедливости и без компенсации за ущерб, несомненно, некоторые государства преклонятся перед варварством, некоторые перед конфликтом интересов в ущерб всем правам и справедливости. Коренной народ, который хочет жить, не умрет. Спасибо, председатель Национального совета Западной Армении Арменак Абрамян. Полную статью читайте на нашем сайте. 27 апреля в 20.00 по французскому времени и в 22.00 по ереванскому времени состоится 8-я предвыборная кампания Zoom кандидатов депутата Национального собрания Западной Армении на английском языке. Тема встречи – условия признания государства Западной Армении. Приглашение будет отправлено 110 кандидатам по электронной почте. Уроженцы Западной Армении Олег Манукян. Известный американский бизнес армянского происхождения, инженер-технолог и меценат Олег Манукян родился в 1901 году в городе Смирно. Начальное образование получил в армянской школе родного города. После окончания начал заниматься автомеханикой. Смирно и Константинополь были единственными городами, где погромы не получили повсеместного характера. После геноцида против армян в 1915 году продолжающееся преследование армян турецкой власти и нестабильное экономическое положение вынудили юношу покинуть родной город и обосноваться в США. В 1940 году Олег Манукян избирается председателем Совета директоров Всеобщего Армянского Благодарительного Союза. В 1953 году президентом международной кампании. С 1989 года Олег Манукян, пожизненный почетный председатель Всеобщего Армянского Благодарительного Союза, активно сотрудничал со структурой Бартанадс Аспетнер. В 1940 году был избран старшим спарапетом. В 1968 году Олег Манукян и супруга Марии Манукян основывают культурный фонд ВАПС, деятельность которого была направлена на перевод и издание армянских литературных и научных трудов, а также распространение армянской культуры по всему миру. Олег Манукян посредством ВАПС во многих городах мира основал для изгнанных армян школы, которые носят имя Олега Манукяна. Олег Манукян посредством ВАПС во многих городах мира основал для изгнанных армян школы, которые носят имя Олега Манукяна. Олег Манукян построил многочисленные церкви, культурные центры, музеи, во многих зарубежных университетах основал кафедры армяноведения. За благотворительный вклад Олег Манукян награжден международными призами, медалью президента Аргентины. Католиков всех армян Вазгем I наградил армянского благотворителя крестом Сурбрикора Русаварича. Великий армянский благотворитель скончался 10 июля 1996 года в городе Детройте. После смерти председательство ВАПС перешло дочери Луизе Симон Манукян. В честь Олега Манукяна названы улицы в Ереване, Монреале и Степанакерте. Могила Олега Манукяна перевезена в Армению и захоронена в первопрестольском святом Ичмядине. Бои с самобороной армян Мэкэртыч Йохни-Яхпарян. Говоря о турецко-армянских отношениях 1915 года, в основном говорится о резне армян. Мало кто отмечает, что несмотря на то, что в этот период было уничтожено множество армян, в любом случае армянин не стоял опустив голову, ожидая, когда его расстреляют, не пал на колени перед аскярами и не был покорно зарезан. Следует отметить, что армянин был фидаи, сражавшийся оружием, был противником и мятежником, защищал как честь семьи, так и нации. Армяне были не просто убиты, они пали за родину. Народ не был полностью консолидирован. Одной из основных причин, чего было географическое положение, другой – решение 1914 года армянских партий, согласно которому армяне Османская и Перед должны были служить в Османской армии, а армяне подданные России в российской. То есть партии предпочли, что воюющие армяне разных государств сражали друг против друга. В любом случае армяне без национальных лидеров в основном были убиты, смогли организовать в некоторых городах блестящую самоборону. Вестерн Армянный ТВ представляет историю Макартыча Йот Нехпаряна, который 25 сентября 1915 года стал руководителем военного органа из пяти человек. Макартыч Йот Ехпарян, Арутюн Расткелинян, Арутюн Симеян, Хорен Кюльпекян и Левон Экберделян, созданного для организации самобороны в Урфе. Еще в 1908 году после Конституции армяне Урфы начали вооружаться. Боевое оружие стоило годового дохода армянской семьи. Многие вынуждены продавали сады и все, что имели в доме. Макартыч Мастерский разграбил мечеть некогда армянскую церковь Суб Карасуманканц, провозглашенная драгоценными коврами, которые служили роскошной внутренней отделкой. Ковры были проданы в отдаленных городах, на выручку в Урфу привезли оружие. Макартыч Йот Нехпарян с таким же мастерством представлял соправительственным чиновникам, собирая налоги в турецких деревнях. В период войны входил в турецкие села в офицерской форме и призывал мужчин. Выйдя из села, за большую взятку отпускал всех, выделяя всю сумму на покупку оружия. Во время Балканской войны в Алеппо посредством дерзких ночных нападений овладел большим количеством оружия, которые были у турецких солдатов. Притворяясь арабами-черкесам, скупал у солдат и офицеров оружие и боеприпасы. Венцом подобной операции было похищение 150 боевых винтовок из крепости Алеппо, которую он осуществил в феврале 1913 года. Когда кража была раскрыта и весь персонал был заключен в тюрьму, оружие было уже доставлено в Урфу, Тигранакерт и даже Сосун. Член парламентской ассамблеи Совета Европы, докладчик по вопросу гуманитарные последствия блокады Бердзорского коридора Пол Гаван выступил с следующим заявлением. 23 апреля 2023 года мне сообщили, что в начале Бердзорской дороги Азербайджанской республикой был установлен пограничный пункт пропуска. Это одностороннее действие Азербайджана происходит 12 декабря 2022 года на фоне растущей напряженности в связи с препятствованием Бердзорской дороги. Единственном пути открытого сообщения между Арцахом и Сюником. Открытый и безопасный доступ в этот коридор был утвержден и согласован с трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. Парламентская ассамблея внимательно следила за ситуацией, в том числе в ходе обсуждения текущих вопросов в январе были представлены доклады садокладчиков по СЕП по мониторингу Армении Киму Клюнина. В марте было опубликовано заявление комиссии по правовым вопросам и правам человека. Азербайджан утверждает, что Бердзорская дорога систематически и широко используется в незаконных целях. С другой стороны, страдания жителей Арцаха и возникший вследствие этого серьезный гуманитарный кризис уже хорошо задокументированы. На протяжении месяцев мы являемся свидетелем не только риторики, но и фактической тревожной эскалации в регионе. Мой отчет о ситуации должен быть подготовлен без промедления. В последнюю неделю мая я намерена отправиться в Армению и Азербайджан, в том числе в район, являющийся предметом спора. В ходе моего визита, который должен включать информацию из первых рук о ситуации в Бердзорском коридоре, я готов встретиться со всеми соответствующими собеседниками. Моя цель составить справедливый, точный и честный отчет, что будет трудно, если мне не позволят собственными глазами увидеть, свободен ли въезд в Бердзорский коридор и безопасен, как это предусмотрено трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года. После установки Азербайджаном контроля пропускного пункта на границе с Республикой Армении на магистрали, связывающей Арцах с Арменией, жители общин Ехцахох, Хиншен, Метшен и Лиссагор Шушинского района Республики Арцах оказались в полной блокаде. Об этом на своей странице в Фейсбук написал госминистра Республики Арцах Гурген Несесян. До того, как Азербайджан установил КПП и перекрыл дорогу на этом участке, трое детей из общины Метшен, одному из которых три года, отправились в город Горис, и теперь они не могут вернуться к родителям. Аналогичная ситуация в общине Лиссагор, несколько жителей общины остались в Армении. Для организации движения машин скорой помощи из упомянутых общин Республику Армении и возвращения наших граждан я обратился к российским миротворческим силам. Напомню, что 22 апреля азербайджанская сторона перекрыла мост реки Акари. Перекрыв эту дорогу, прекращается сухопутная связь между Сюнинским регионом Корнедзор и Арцахом, также на участках сел Лиссагор, Метшен, Хиншен и Ецахох. Позже Азербайджан распространил заявление, что на этом участке установлен контрольно-пропускной пункт. Церковь Сурбхач на самом большом из четырех островов озера Вам выделяется своеобразным архитектурным решением и композицией, которые доказывают армянственность церкви, разрушая стереотипы турецкой политики отрицания. В монастырском комплексе Васпуракана, который являлся духовным центром царства Арцшуняц, в настоящее время сохранилась церковь Сурбхач. Монастырь построен в 1915-1921 годах архитектором Мануэлем по поручению и патронатом царя Васпуракана Гагика Арцшуни. Монастырь был заброшен в 1917 году. Оригинальностью и своеобразностью отличаются скульптуры церкви. На стенах можно найти орнаменты, символизирующие природу, барельеф Ветхого и Нового Завета, а также на неземные темы. Впечатляют утопающие море скульптуры Ионы, Давида, Гуляфа, Самсона, Адама и Евы. На западном фасаде церкви царь Гаги Карцшуни с макетом Сурбхача в руке. На стенах можно увидеть скульптуры, изображающие самые разные проявления человеческой жизни. В 2007 году после реставрации церковь Сурбхач была вновь открыта как музей. В 2010 году после почти 100-летнего перерыва в церкви состоялась первая литургия. Государственная некоммерческая организация, служба по охране исторической среды и историко-культурных музеев – запометник. И в завершении новостей послушаем песню «Зартни Лау». Султан Гузел, Женчел, Мезик, Зартни Лау, Мерним, Гезик. Султан Гузел, Женчел, Мезик, Зартни Лау, Мерним, Гезик. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова